Дорогие братья и сестры, сегодня на библейском портале Экзегет мы поговорим с вами о посте и его значении. Вот представьте, что с одной стороны от вас играет музыкант на скрипке, а с другой трудится рабочий с отбойным молотком. И сможете ли вы при шуме вот этого отбойного молотка разобрать мелодию скрипки? Или вы будете только видеть, как он водит смычком по струнам, какие-то отголоски звуков будут доноситься, но мелодию распознать так и не сможете. И вот эта мелодия скрипки — это та духовная гармония, это те звуки райской жизни, который призван каждый из нас. Это голос небесного Отца, который должна распознавать наша душа в своей жизни. Отбойный молоток — это шум нашей повседневной суеты, нашей постоянной спешки, когда мы все время ставим какие-то планы у нас, расчеты, мы думаем о том, чего купить, приобрести, ссоримся с ближними, о чем-то ругаемся. Все время какие-то у нас земные построения, посещаем супермаркеты, рынки. И вот этот вот внутренний шум, а особенно шум от наших собственных мыслей, злых мыслей, мыслей осуждения, негодования, раздражения и так далее. Вот этот весь шум не дает нам услышать звуки духовного мира и обрести подлинную гармонию своего сердца. И вот пост — это как раз и есть то время, которое нас настраивает на духовный ритм. То есть, когда наступает пост, мы призваны вырваться из круговорота этой постоянной спешки, суеты и остановить этот шум внешней жизни. О посте можно говорить очень много. Ну, первое, вот самое такое простое и явное, может быть, это покажется таким вот приземленным представлением, но на самом деле это одна из задачи постов. Нельзя жить только ради еды. Если ты привязан к каким-то продуктам, если ты не можешь обходиться без колбасы, без каких-то любимых блюд, то чем ты отличаешься от животных, которые всецело погружены к земному? И трагизм человечества в том, что наша душа всецело подчинилась телу, телесному началу. Если у первозданного человека в раю душа господствовала над телом, то у падшего человека тело господствует над душой. Подчас нам это трудно разглядеть, рассмотреть. И мы очень, вот как пишет об этом святитель Игнатий Бринчанинова, он говорит, что вот гордый человек, ты так высоко мечтаешь о своем уме, о своем интеллекте и даже не замечаешь, что он, твой ум, твой интеллект находится в совершенной зависимости от желудка. Вот достаточно такому человеку потерять сытость, оказаться в какой-то вот ситуации, когда голод, и тут же все рушится, вся мысленная деятельность. Помыслы начинают беспорядочно скакать, ты думаешь только о том, как добыть себе пропитание. Чувства сердечные тоже приходят в полный беспорядок, в них просыпается раздражение, озлобленность. И мы знаем, что в голодные времена люди бывают даже готовы поубивать друг друга, лишь бы получить кусок хлеба. Вот что значит такое подчинение человека его желудку. И пост — это пусть и небольшое такое вот духовное упражнение, которое помогает нам приобрести, ну пусть хотя бы небольшую власть над своим желудком, над своими телесными потребностями, над голодом и жаждой, чтобы вот эти вот низкие потребности не доводили нас буквально до озверения. Пост — это такой период, когда мы действительно учимся господствовать над собой. Братья и сестры, это очень важно. Если ты не научился господствовать над позывами своего желудка, то никакой духовной жизни не получится. Если, заходя в магазин, ты начинаешь жадно смотреть на все вот эти колбасы, деликатесы, на все то, что предлагает современный рынок, то значит в тебе еще не выстроена духовная жизнь. И пост — на самом деле это происходит зачастую чудо, что человек, воспитанный постом, вот он может уже заходить в магазин и совершенно равнодушно проходить мимо мясных и молочных прилавков, как будто эта пища вообще его не касается. Это такое вот маленькое духовное упражнение. Совсем другая ситуация бывает, когда люди игнорируют телесный пост. И мне вспоминается такое художественное произведение Гоголя Тарас Бульба, где все казаки в Запорожской Сечи, они оберегали свой маленький храм. Они все туда вот забивались, готовы были молиться, готовы были до последней капли крови защищать свою церковь, но не хотели слышать и слова о посте и воздержании. И вот такая духовная расслабленность, если посмотреть даже по этому произведению, к чему приводила, что когда некоторые из них напивались, вот потом они были вырезаны ночью. То есть невоздержание приводит к гибели. И невоздержание, неумение организовывать свою телесную жизнь приводит к всецелой расхлябанности, расслабленности и оборачивается конечным поражением. Поэтому пост, он в том числе и телесную нашу жизнь приводит в некий порядок, стараясь подчинить духовному началу. Но в то же время мы знаем, что подлинный пост — это не только воздержание от каких-то яств и пяти, потому что от некоторых видов пищи воздерживаются, ну, допустим, вегетарианцы. Они вообще не едят мясо, но это не значит, что они побеждают свои страсти. Бывают различные виды диеты, когда человек воздерживается от тех или иных продуктов. В принципе, это уже хорошо. Такой человек учится тоже отказывать в чем-то своему чреву. Но это еще не настоящий пост, потому что вершина поста и его внутренняя сердцевина — победа над душевными страстями. Как говорил об этом святой Иоанн Златоуст, пусть не только твое чрево постится, но постятся твои и руки, и ноги, и глаза, и язык, и уши. Руки пусть постятся, не поедая греховные скверные картины, которыми, к сожалению, насыщенны наши СМИ, интернет. И что же это будет за пост, если ты внешне воздерживаешься, но при этом душу свою наполняешь самыми скверными впечатлениями? Уши пусть постятся, когда они слушают каких-то вот мирских скверных слов или песен развлекательных. В общем, пост — это такое время, когда отсекается все, что тебя духовно расслабляет, все, что может стать зацепкой для греха. И это время, высвобождаемое для духовной жизни. Постом постарайся все-таки воздержаться от каких-то мирских кинофильмов, а появившееся время посвяти на молитву. Всей семьей почаще сходите в храм, посетите какие-то святые места. А самое главное, постарайся регулярно постом исповедоваться и причащаться, потому что исповедь очищает самые глубины сердечные, а таинство причащения дарует нам самое главное — единение с Господом Иисусом Христом. Дорогие братья и сестры, у каждого, конечно, есть свой опыт прохождения поста и свой путь духовного становления. Вот дай Господь, чтобы каждый из нас на этом пути обрел свои драгоценные жемчужины, потому что пост душевный и телесный, на самом деле, он спасает душу. Вот как говорили святые отцы, молитва и пост — это как два крыла птицы, которая свободно может лететь, если что-то одно отсечено, либо молитвы нет, а человек постится, либо молится, но не воздерживается. Это как птица с одним крылом, она не очень далеко пролетит. Дай нам, Господь, иметь эти два крыла, чтобы на них преодолеть бушующее море искушения и достичь небесных обителей Царствия Божия. Аминь.